История пойдет по кругу, чем может обернуться для жителей республики и соседних стран переворот в Судане. 11 апреля 2019 года, 23.56. Надежда Алексеева, Алена Медведева. Президент Судана Амар Аль-Башир арестован, а власть перешла в руки военных. Об этом в прямом эфире Суданского ТВ заявил министр обороны республики Ават Бен Ауф. По мнению экспертов, изначально никто из силовиков не выступал за смену власти, но военные вынуждены были вмешаться, чтобы остановить разгорающийся в стране конфликт. В 2020 году в Судане должны пройти президентские и парламентские выборы, однако аналитики сомневаются, что смена руководства Африканской республики приведет к улучшению жизни простых граждан. Вместе с тем внешнеполитический курс Судана не изменится, полагают специалисты. К каким последствиям может привести суданский переворот, разбирался. Президент Судана Амар Аль-Башир находится под арестом. В стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца и режим комендантского часа сроком на месяц. На ближайшие 24 часа воздушное пространство над Африканской республикой будет закрыто. Об этих мерах сообщил 11 апреля министр обороны Судана Вадбенау во время телеобращения к нации. В течение двух лет страной будет руководить Переходный военный совет, который возьмет на себя административные функции и подготовит все необходимое для проведения выборов, добавил министр. Также глава военного ведомства прояснил судьбу отстраненного от власти президента Амара Аль-Башира. Политик, бессменно руководивший страной на протяжении последних 30 лет, задержанный содержится в безопасном месте, заявил Ават Бенауф. Ранее лидер суданской оппозиции бывший премьер Садык Аль-Махди сообщил телеканалу Аль-Хаддауф о том, что низложенный президент Аль-Башир и его соратники находятся под домашним арестом. Эту информацию опроверг источник РИА Новости в президентском дворце. По его словам, Аль-Башир находится в здании Генштаба ВС. Как заявил в интервью РИА Новости представитель суданской оппозиционной коалиции Национальный фронт перемен, для граждан страны бывший президент в политическом отношении умер. Он умер для политической жизни Судана. То же можно сказать о его партии и окружении, приводит слова суданского оппозиционера РИА Новости. Сейчас ситуацию в стране контролируют армия, внутренние войска и аппарат национальной безопасности. Также по теме. Борьба только начинается. С чем связан рост конкуренции стран за экономическое влияние в Африке? Китай намерен предоставить Африке 60 миллиардов долларов и продолжить расширение своего торгово-экономического влияния в регионе. Заявление Пекина. По информации СМИ, тысячи жителей столицы Судана вышли на улицы и бурно радуются свержению президента. Однако эксперты опасаются, что этот эмоциональный подъем продлится недолго и ситуация вернется в привычное для Судана русло. Такую точку зрения в интервью РТ высказал политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серегичев. По его мнению, вряд ли военные хотят узурпировать власть, им просто нужно время, чтобы провести все необходимые процедуры и собрать деньги на выборы. К сожалению, вряд ли в результате этого переворота ситуация в Судане заметно улучшится, скорее, история страны снова пойдет по кругу. Символично, что переворот произошел именно в эти дни, потому что в начале апреля 1985 года примерно по такому же сценарию был свергнут президент Джафар Немери. Тогда тоже был сформирован переходный совет сроком на год, после чего появилось полноценное гражданское правительство, напомнил эксперт в интервью. РТ. Армия занимает взвешенную позицию. Первоначальной причиной начавшихся в декабре прошлого года протестов в Судане стал рост цен на хлеб. При том уровне бедности, который существует в республике, подорожание хлеба стало болезненным ударом для простых граждан. Сначала волна протестов охватила центральные районы страны, в некоторых городах даже был введен режим чрезвычайного положения. Не обошлось без жертв. По официальным данным, к концу января на улицах страны погибло порядка 30 человек. Как пояснил Сергей Серегичев, причиной протестов стал хронический экономический кризис, при котором население Судана с каждым годом все больше нищает. Власти обещали перемены, но изменить ситуацию не получилось, а людям уже надоело ждать. Кроме того, не улучшили положение и постоянные переговоры с оппозицией, которые власть вела не ради конкретного результата, а в качестве самоцели, чтобы размыть требования недовольных. Это тоже вызвало раздражение, считает эксперт. По словам Сереги Чева, предпосылки к социально-политическому взрыву копились годами, но арабская весна обошла Судан стороной, потому что в 2011 году от страны отделился Южный Судан, и это отвлекло всеобщее внимание. Но за последние годы стало понятно, что в результате отделения Южной части страны жизнь не улучшилась, и напряжение снова стало расти. Плюс вдохновить оппозицию могли и недавние события в соседнем Малжире. О внешнем вмешательстве в этом случае говорить, скорее всего, не приходится. Что касается армии, то она сейчас старается занимать взвешенную позицию, пояснил Сергей Серегичев. Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин. По мнению эксперта, корни переворота лежат в социально-экономической области. «Армия вмешалась для того, чтобы прекратить нынешний кризис», — пояснил эксперт в интервью АТИ. В конце февраля, когда стало очевидно, что волна протестов не спадает, глава государства принял ряд мер, чтобы переломить ситуацию. Он отправил в отставку правительство и руководителей провинций, а для выхода из экономического пики объявил в стране режим чрезвычайного положения. Мало того, Амар Аль-Башир пошел на беспрецедентный шаг и предложил своему старому противнику Садыку Аль-Махди пост личного помощника. В 1980-х годах Садык Аль-Махди возглавлял суданское правительство. Именно Амар Аль-Башир при поддержке военных сверг его в 1989 году. Политик отправился в долгую эмиграцию, но в 2017-м вернулся в Судан и возглавил оппозиционную партию Алюма, нация. Также по теме этап в установлении мировой гегемонии, как американская доктрина Монра стала символом политики неоколониализма. 195 лет назад президент США Джеймс Монра в своем ежегодном послании к Конгрессу призвал не допустить давления европейских держав на. Но предложение президента не заинтересовало Садыка Аль-Махди, и за несколько дней до нынешнего переворота от лица граждан он потребовал от Амара Аль-Башира выпустить на свободу всех политзаключенных, отменить режим ЧАЭС, а самому добровольно уйти в отставку. Помимо этого жителей Судана возмутило намерение властей пересмотреть положение Конституции, согласно которому Амар Аль-Башир не имел права баллотироваться на новый срок в 2020 году. Но в феврале директор службы национальной безопасности и разведки страны попытался успокоить общественность, заявив, что этого не произойдет. По его словам, президент не только покинет пост лидера правящей партии Национальный Конгресс, но и не станет выдвигаться на новый срок. Однако выборы президента и парламента, как и было намечено, пройдут в следующем году. После такого заявления и очередного повышения цен на хлеб недовольные граждане стали выходить на улицы. На первых порах военные пытались разгонять протестующих. На 9 апреля в Хартуме произошли стычки между силовиками и оппозицией, в результате которых на улицах погибли 13 человек, сообщило агентство. По данным СМИ, за несколько дней до столкновений в социальных сетях Судана стала появляться информация о подготовке вооруженного переворота в стране. По мнению экспертов, военные не были инициаторами переворота, а лишь перехватили ситуацию, погасив разгоравшийся конфликт. Накануне глава Минобороны Судана заявил, что хотя армия понимает мотивы протестующих, она не позволит разрастись хаосу в стране, этого военным просто не простит история. Нет опыта успешных реформ. Действительно, хаоса и кровопролития в истории Судана было слишком много, практически вся постколониальная история страны состоит из череды переворотов и гражданских конфликтов. Главным образом противостояние проходило по линии север-юг, где жили, соответственно, арабы-мусульмане и африканские племена, исповедующие христианство. Конфликт начался еще до провозглашения Суданом независимости от Англии и Египта. В 1956 году южане и северяне вступили в кровопролитное противостояние. Гражданская война длилась несколько десятилетий, вплоть до 2006 года, за исключением перемирия 1972-1983 годов. Только в 2005 году сторонам удалось договориться. Власти Судана согласились провести референдум, по итогам которого южные районы страны обрели независимость. Это положило конец кровопролитию, но ухудшило экономическое положение северян, так как на территории Южного Судана осталось большинство месторождений нефти. Еще в 2009 году за чертой бедности жили около 45% населения страны. Теперь же доходы Хартума от экспорта нефти упали с 11,1 миллиарда долларов до 1,8 миллиарда долларов. Это нанесло серьезный удар по и без того слабой экономике. Для сравнения, доходы суданского бюджета в 2017 году составили немногим более 8 миллиардов долларов, расходы – около 13 миллиардов долларов. Также по теме Африканский парадокс, почему рост экономики региона не повлияет на доходы населения и уровень газдолга в 2017 году. Впервые за пять лет в странах Африки к югу от сахара ожидается восстановление темпов экономического роста, в основном за. После потери нефтяных доходов власти решили сделать упор на развитие сельского хозяйства. Президент представил стратегию развития аграрной отрасли. Но хотя судан обладает и плодородными землями, и водой для орошения, и трудовыми резервами, добиться прорыва в экономике республики не удалось, отмечают эксперты. Среди арабских стран к судану было особое отношение, была надежда превратить его в огромную продовольственную корзину для всего арабского мира. Но судан не использует потенциал своих ресурсов, имея рядом рынок сбыта, богатые монархи Персидского залива нуждаются в поставках продовольствия, пояснил Юрий Зинин. На сегодняшний день эксперты не готовы давать оптимистичные прогнозы в отношении суданской экономики. По мнению Сергея Сереги Чева, надежд на структурные изменения практически нет, у судана просто нет опыта успешных реформ, и непонятно, по какому пути ему развиваться. А к чему приводит следование рецептом МВФ, видно на примере таких стран, как Аргентина. Но и альтернатив у суданцев тоже нет, считает эксперт. Вопрос стабильности. При этом Судан занимает важное геостратегическое положение на мировой карте. Эксперты отмечают, что у страны есть выход к Красному морю, поэтому в перспективе она способна участвовать в контроле над этим районом и прилегающими проливами. К тому же Судан, одно из самых крупных государств африканского континента, богатое месторождением и золота. Добыча этого металла в стране растет. В 2017 году здесь было извлечено свыше 100 тонн золота. Для сравнения, в 2013 году было добыто только 24 тонны. Начиная с 2013 года разведкой и добычей золота в стране занималась российская компания Siberian for Mining по соглашению с местным правительством. Разведанные российских геологов говорят о том, что суммарные объемы залежей золота в стране составляют порядка 46 тысяч тонн. Прежние власти Судана стремились к активному сотрудничеству с Москвой. В частности, со стороны суданских властей звучали предложения по созданию российской военной базы в стране. С такой инициативой в 2017 году выступил глава Комитета оборонной безопасности суданского парламента. Впрочем, Москва сдержанно отреагировала на это предложение. По словам экспертов, создание военной базы в Африке обернулось бы для России значительными финансовыми затратами. Вместо этого в январе 2019 года правительство РФ одобрило проект соглашения об упрощенном порядке захода военных кораблей обеих стран в порты России и Судана. Сейчас Москва следит за развитием ситуации в Африканской республике. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Также по теме. Битва за континент. Почему США недовольны ростом влияния России и Китая в Африке? Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву и Пекин в расширении влияния в Африке, которая якобы. Рассчитываем также, что при любом исходе, а вся ситуация является исключительно внутренним делом самих суданцев, российско-суданские отношения будут константы во внешней политике Судана, добавил он. У страны существуют и давние связи с Западом, например с Великобританией, отмечают эксперты. В то же время республика представляет определенный интерес для соседних государств, огромная территория имеет неохраняемую границу, и это весьма удобно для разных криминальных и антиправительственных структур. Соседи Судана заинтересованы, чтобы в республике сохранилась стабильность, и сейчас внимательно следят за развитием ситуации, пояснил Юрий Зинин. По мнению экспертов, после переворота внешний курс Судана не изменится, Хартум будет также дружить с Ираном, поддерживать связи с Саудовской Аравией и другими странами. Соседи, в первую очередь Египет, будут заинтересованы в том, чтобы Судан получил какую-то финансовую поддержку, и постараются помочь в этом. Никто не хочет видеть у своих границ полыхающие огнем гражданской войны Судан. Что касается отношения республики с Москвой, то они не должны ухудшиться. Напротив, новые власти наверняка постараются заручиться поддержкой России, подытожил Сергей Серегичев.